На водителя погрузчика в технологическом колледже учат три месяца. Прежде чем сесть за руль или манипулятор, придется выдержать экзамен по теоретическому курсу. На его освоение уходит две недели. Еще два с половиной месяца на отработку практических навыков. Данное направление подготовки, которое мы сейчас реализуем, водителя погрузчика и машинского экскаватора, скорее всего, это люди, которые хотят сменить специальность. Это люди возраста от 30 лет и старше. Это одна из самых востребованных специальностей на рынке труда. Очень много вакансий на сегодняшний момент. Работы на складе, стройке или в дирекции благоустройства города. Профессия у этих студентов сегодня вполне востребована. По словам тех, кто проходит переобучение, при выборе новой специальности они руководствовались именно спросом на рынке труда. Я как бы просто работал на стройке и просто человек подтолкнул к этому обучению. Говорит, почему бы тебе не пойти отучиться от центра занятости. Я вот отучился от центра занятости. То есть все понравилось, посмотрел, как он работает этим. То есть первый раз сел тоже к нему в трактор, он просто показал, как что там делать. Ну понравилось, пошел обучаться. Сотрудники рассказывают, среди списка профессий на переквалификацию точно найдется та специальность, которая будет по душе. Ведь обучение проходит по 20 направлениям и длится не более трех месяцев. Обучение у нас представлено по разным направлениям. Это рабочие специальности, такие как водитель погрузчика, машинист экскаватора, оператор станков с программным управлением. Салонные профессии – это маникюр, парикмахерское искусство, массаж. Есть специальности, которые требуют освоения новых компьютерных программ, например, 1С, бухгалтерия, кадровое дело производства. Молодежь сейчас больше интересуется таким направлением, как СММ и веб-дизайн-разработка. Для того, чтобы пройти обучение за счет государства от центра занятости, необходимо быть в статусе безработного и состоять на бирже труда. Новую специальность могут получить и те, кто сегодня в декретном отпуске, а также сотрудники под риском увольнения или женщины с детьми до 7 лет. Подать заявление на переобучение можно как в центре занятости, так и дистанционно через портал работы в России. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова